Я рад снова быть здесь с вами, как я говорю, с жителями столицы Урала. И мы с вами продолжаем тему о духовном мире. И мы с вами на протяжении нескольких служений говорили о реальности духовного мира, который существует, но мы его не видим, но он может влиять на нас и мы как-то можем влиять на него. Мы говорили с вами о реальности ангелов, мы говорили с вами также о реальности падших ангелов, мы говорили о реальности сатаны, о том, что Иисус говорил, я видел сатану падшего с неба, и о том, что Иисус в своей жизни являл реальность духовного мира, когда Он освобождал людей от демонического влияния, демонического вторжения, когда он сталкивался с людьми, которые были одержимы бесами. Мы можем вспомнить его встречу с одержимым, который жил в гробах. И Священное Писание говорит, что в нем жил легион бесов. И когда они встретились с Иисусом, они начали говорить через этого человека. То есть мы видим реальность духовного мира, хотя он и хочет оставаться в тайне, чтобы продолжать свои злодеяния, продолжать вредить, потому что мы с вами говорили, что цель дьявола — украсть, убить и погубить. Его цель — сделать жизнь на земле невыносимой или наоборот настолько выносимой, чтобы люди хорошо жили и им не было нужды в Боге. То есть у него одна цель, чтобы мы, как люди, были далеки от Бога, мы не думали о Нем, мы не помнили о Нем, мы искали удовольствие в этом мире. Вот это его цель. И для этого он не всегда хочет быть явным, но Иисус пришел, чтобы разоблачить его дела. И поэтому, когда мы говорим о духовном мире, мы опираемся на Священное Писание. Потому что я верю, что никто не может лучше нам рассказать о духовном мире, как тот, кто его создал. Сам Господь. Аминь. И в прошлый четверг мы с вами говорили о стратегии дьявола, как он действует. То есть мы понимаем, что он как-то действует, он как-то влияет на этот мир. И мы говорили, что две вещи, которые он очень искусно использует для того, чтобы вредить людям, это ложь и это обольщение. То есть, если вы помните, мы жили в Советском Союзе, и на протяжении всего нашего детства в школе нас учили, что человек произошел от обезьяны. Да ведь? Человек произошел от обезьяны. И мы все этому бесспорно верили. Нам говорили, да какой Бог? Бога нету. Вот вам теория эволюции, теория Дарвина. Я помню, как я любил смотреть учебник старшего брата, так как он был старше меня на 8 лет. И я открывал его учебник, и там были вот эти картинки всяких этих человекоподобных. Сперва она идет согнутая, потом выпрямляется, потом уже палку взяли в руки, и вот уже появился Homo sapiens. И мы охотно этому верили. И сегодня понимаем, что это была ложь. Это была ложь настолько сильная, которая повлияла на ход истории человечества. Потому что до этой теории основная масса людей верили, что есть Бог, которому надо поклоняться. А потом сказали, Бога нет, мы все произошли от обезьяны, и это повлияло на многие, на многие народы. И в частности, мы, рожденные в СССР, были настолько далеки от Бога, и приближенные к тому, что мы произошли от обезьяны. Но мы понимаем, что это была одна из дьявольских, одна из дьявольской лжи, которая распространилась и была использована. И также мы говорили, что также он использует обольщение. Обольщение — это ложная надежда. То есть, когда Сатана обольщал Еву, он ведь ей дал какую-то надежду, согласны? Он ей сказал, Ева, если ты сделаешь то, что я тебе скажу, не делай то, что тебе говорит Бог, сделай то, что я тебе скажу, и тогда у тебя в жизни будет все гораздо лучше. То есть дьявол, он дает ложные надежды. Ложные надежды. И в конце концов, люди, они разочаровываются. И Ева, когда она взяла этот запретный плод, и вкусила его, и дала Еву, Адаму, вдруг у них открылись глаза, и они увидели, что они наги, и они получили, пережили весь ужас этого грехопадения. Да ведь? Бог сказал, теперь проклята за тебя земля, ты будешь рожать в болях, Ева, и в поте лица будете добывать хлеб свой. А почему? Да только потому, что дьяволу удалось обольстить Еву и сказать, Ева, если ты меня послушаешь, у тебя все будет лучше, чем сейчас есть. Потому что Бог, Он тебе не договаривает, Бог тебе что-то не дает, Бог тебя обделил, а я вот по-настоящему хочу сделать вас счастливыми. И Ева попала в обольщение, и одно из имен дьявола – это обольститель. То есть он обольщает народы, он обольщает царей, он обольщает людей, и, к сожалению, очень часто он обольщает даже верующих. Как у него это получается делать? Как у него это получается делать? То есть, знаете, чтобы мы могли как-то противостоять этому падшему духовному миру, мы должны понимать, как он это делает, как он добивается своей цели. К сожалению, он добивается своих целей в жизнях христиан. В жизнях христиан. Как он это делает? Смотрите, 1 Тимофея 4.1. Мы сегодня будем смотреть местописание из Библии. 1 Тимофея 4.1. И здесь апостол Павел говорит, «Внимая духом обольстителям и учением бесовским». То есть апостол Павел говорит, что люди, и здесь даже говорится о христианах, они будут внимать учением бесовским и духом обольстителям. То есть духи, которые продолжают действовать на этой земле, которые продолжают обольщать людей, продолжают обольщать христиан. Одно из таких современных обольщений, которые действуют в этом мире, это обольщение богатством. Да ведь? Обольщение деньгами. Согласны? Согласны? Но кто из вас когда-нибудь сидел и говорил, «Как бы я хотел стать богатым, чтобы у меня было много денег? И вот когда у меня будет много денег, вот тогда я буду счастливым человеком». И вдруг мы, люди, мы начинаем искать счастье не в отношениях с Богом, а в деньгах. Да ведь? И я очень часто слышу даже от христиан, которые говорят, «Да было бы у меня много денег, вот я был бы гораздо счастливее». Это одно из обольщений этого мира. Я не спорю, они нужны. Я не спорю. Если кому-то не нужны, пожертвуйте их в церковь. Деньги нужны, но они не являются основанием жизни. Они не являются основанием счастья. Понимаете, о чем я говорю, да? Но я сегодня вижу, как мир, он захвачен вот этим зарабатываем денег, денег, денег. Люди настолько увлечены сегодня зарабатыванием денег, что у них нет, уже нет, не остается времени на веру, у них не остается времени на отношения с Богом, у них не остается времени на Слово Божие, потому что они заняты тем, чтобы заработать денег, заработать денег. А почему? Да потому что на эти деньги можно купить то, что сделает тебя счастливым. И это одно из обольщений этого времени. Потому что Иисус сказал, что, во-первых, без меня не можете ничего. Во-вторых, Он сказал, если Сын человеческий освободит, то вы истинно свободны будете. То есть, на самом деле, Священное Писание говорит, что основание, основание счастья, это отношение с Господом. Иисус говорит, «Я даю вам мир свой», не так, как вам дает мир, «Я даю вам мир свой». На самом деле, настоящий мир, покой и счастье приходит свыше от Бога. Но дьявол говорит, «Нет, погоди, деньги, деньги, вот основание счастья, основание радости, основание всего». И это одно из современных обольщений, которые он использует. И вот здесь апостол Павел говорит, «Внимая духом обольстителем». Что значит «внимая»? Это значит «слушая» или «получая какую-то информацию», или «получая какую-то мысль». Получая какую-то мысль. Да ведь? Когда я кого-то слушаю, это значит, что я принимаю от кого-то какие-то идеи, в мою голову приходят какие-то мысли. Да ведь? То есть, по сути, все начинается в нашей жизни с наших мыслей. Согласны? И поэтому очень часто в Библии мы видим, давайте посмотрим один пример, Деяние 5.3. Деяние 5.3. Но Петр сказал, это очень известный случай с Ананией и с Апфирой, такая благословенная семейка, с Ананией и с Апфирой. Петр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» И здесь Священное Писание говорит, что Анания, он позволил сатане вложить в свое сердце мысль. Да ведь? То есть, я не знаю, как это происходило, но мы знаем, что там был человек, который много пожертвовал в церковь, и все смотрели на него и говорили, «От, какой благословенный брат, он пожертвовал в церковь». И Ананией и с Апфира, они посмотрели и сказали, «Слушай, давай тоже сделаем большое пожертвование в церковь, чтобы все тоже видели, какие мы благословенные, какие мы хорошие. Давай пожертвуем». И они собрались жертвовать, и вдруг кому-то из них, Ананией или с Апфирой, мы точно не знаем, пришла мысль. Просто пришла мысль. Просто пришла мысль. Кому из вас мысли приходят? Вот иногда ты сидишь, и тебе раз просто пришла мысль. И они сидят, чай пьют, и раз кому-то из них пришла мысль. Слушай, я, наверное, так как Ева первая согрешила, значит, с Апфири пришла мысль. Сестры, извините, но я не виноват, что Ева первая согрешила. Поэтому вот... И Апфира сидит, слушай, Анания, а что вот мы вот возьмем и просто так вот все деньги отдадим? Можно же и как-то и отдать, и себе оставить. Анания говорит, Апфира, а как? Ну давай мы вот часть себе оставим, а скажем, что все пожертвовали. Вот давай. И Анания, конечно, посопротивлялся, говорит, ну слушай, ладно, давай, как раз у нас уже осел старый, нового осла нам надо уже. Давай оставим себе часть. И они приходят к Петру и говорят, Петр, вот все, что мы получили с нашей земли, а Дух Святой, говорит Петр, они врут. И Священное Писание говорит, откуда это произошло? Сатана вложил мысль. Все начинается с наших мыслей. Да ведь? Многие дела, которые мы делаем в нашей жизни, они начинают с наших мыслей. Какая-то мысль пришла тебе, и вопрос, что ты делаешь дальше с этой мыслью. Если вот вы вспомните, хотя бы сегодняшний день, сколько у вас было разных мыслей в голове. да ведь? И вы понимаете, что не всякая мысль, она была благословенная. Может быть, вы ехали на машине, и кто-то вас подрезал, и к вам пришла такая мысль, и вы подумали, с каким бы удовольствием, вот я был рад, чтобы у тебя сейчас колеса лопнули. мысль просто, да ведь? Или бывает такое, я еду на машине, например, и меня кто-то подрезал, и ко мне такая приходит мысль, сейчас догоню, обгоню, и заторможу резко перед ним. Мысль, понимаете? Мысль. Вопрос, от кого эта мысль? Что мы делаем с этой мыслью? Да ведь? Это очень важно, это его стратегия. Он вложил в Сатане, Сатана вложил мысль Сапфири, Иоаннани, обмануть Духа Стоа. Так же произошло с Евой. Она просто сидела, и ей пришла мысль, а почему бы мне не взять этот запретный плод, и не съесть его? Это была какая-то мысль. И она пошла, и она начала делать так, как это звучало, в ее голове. И да вопрос, что тогда делать? Мы же понимаем, что вот к нам эти мысли лезут. Что делать? Смотрите, Ефесианам 4, 23. И здесь апостол Павел призывает верующих, он призывает христиан, он призывает детей Божьих обновиться духом ума вашего, обновить свой ум и дух, обновить образ мыслей. Понимаете, когда мы рождаемся свыше, когда мы приходим ко Христу, мы рождаемся свыше, и мы становимся новым творением, да ведь? Согласны? Но наш разум, он не меняется сразу же. Мы новое творение, и мы можем переживать какую-то радость, но очень часто мыслить мы продолжаем по-старому. Кто-то до сих пор верит в гороскопы или в приметы, да ведь? И говорят, а что такого страшного? И поэтому апостол Павел, он призывает христиан, он говорит, дорогие, вам надо менять свое мышление. Почему? Потому что мы, если мы не меняем свое мышление, мы мыслим по-старому, дьявол может это просто использовать, он может давать нам мысли, и мы не различаем, от кого эти мысли вообще? От кого эти мысли вообще? И поэтому Писание говорит, дорогие, обновляйте ваше мышление. И на протяжении, на протяжении Священного Писания Библия говорит нам, о чем же мы должны помышлять. Поймите, мы хозяева своего разума. По крайней мере, так должно быть. Знаете, нередко бывали такие случаи, когда, например, читаешь, отец мыл ребенка и утопил своего ребенка в ванной. Ну, читали такие истории, да? И когда его спрашивают, зачем, зачем ты это сделал? И он говорит, я не знаю, мне вдруг пришла мысль, и я ничего не мог сделать, я просто взял и утопил своего ребенка, я не понимаю, как это произошло. Мне просто пришла такая мысль. Таких случаев масса, когда человек говорит, мне пришла такая мысль. Но поймите, мы хозяева своего разума. И поэтому Священное Писание говорит нам, о чем нам помышлять. Очень важно, о чем мы думаем, какие мысли в нашей голове. И Библия говорит, смотрите, Филиппийцам 4,8, «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель, и похвала, о том помышляйте». То есть Священное Писание говорит, о чем мы, как дети Божьи, должны помышлять. Это не значит, что к тебе в голову не будут, перестанут приходить разные дурные мысли. Кому из вас приходила мысль ограбить банк? Никому, а мне приходило. Я даже думал, как это можно сделать, интересно. Понимаете, но вопрос, что ты делаешь с этим? Ты можешь сказать, так, стоп, 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 подожди, подожди, это не то, о чем надо думать. Это не то, о чем надо думать. Помните, Иисус сказал, Иисус сказал, такие слова, кто посмотрел на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Это что значит? Это значит, когда идет мужчина, и он увидел красивую стройную женщину, в своих мыслях он начал развивать сценарий. Понимаете, о чем я говорю? Понимаете? Он уже нарисовал все от начала и до конца. хотя он здесь и он с виду такой благочинный и все прочее. И поэтому Писание говорит, послушайте, не, 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 ты сейчас не должен об этом думать. Отвергай это. В голову залетают разные мысли, но тебе надо уметь фильтровать и говорить, погоди, погоди. Священное Писание говорит о том, что чисто, о том, что достойно, о том, что добродетель и похвала. Об этом надо помышлять. Евреям 12.3, смотрите. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Да? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Иногда твоя душа ослабевает. Согласны? Ну, бывает такое, да ведь? Когда ты чувствуешь, как будто из тебя не просто физические силы высосали, из тебя как будто эмоциональные силы высосали. Ты просто душевно ослабел. И знаете, в это время очень часто, как только что брат горел, приходит дьявол, и он начинает говорить и вкладывать в тебя свои мысли. Да ведь? Я скажу, вчера вечером буквально я переживал это, когда мне там пришли разные сообщения, я сел, и на мой мозг была такая штурмовая атака. Просто мысль за мыслью, мысль за мыслью, и в моем разуме грело, все плохо, все очень плохо, и лучше уже не будет. И я сидел, это буквально, я боролся с этими мыслями. Одна мысль приходила за другой, и когда эти мысли приходили, мне становилось на душе все хуже и хуже, хуже и хуже. Я понимал, я должен что-то с этим начать делать. Время было уже 12 час, я понимал, что если я сейчас это оставлю, я не усну. Я понимал, что мне надо что-то делать. Я просто встал, у меня есть свой кабинетик, я закрыл дверь, и я начал славить Бога. Я просто встал, я начал поклоняться Богу, я начал возвеличивать имя в псалмах, я начал петь «Бог же мира вскоре сокрушит сатану под ноги мои», я начал петь псалмы, исповедующие Слово Божие. И знаете, спустя какое-то время все это ушло, вот этот груз, он куда-то ушел, и я спал, как младенец, я спал, как младенец. Понимаете, это не пройдет просто так, с этим надо что-то делать, с этим надо что-то делать. И поэтому апостол Павел говорит, когда, убрали, да, местописание, когда ваша душа вдруг начинает ослабевать, и вы чувствуете, что ваши силы на исходе, Павел говорит, послушайте, начните думать о том, которого распяли, подумайте об Иисусе Христе, начните думать о Нем, начните думать о том, что Он говорил. И тогда ваша душа, она вновь наполнится силой. Кто из вас переживал такое, о чем я говорю, что вы сидели, и вдруг на вас все наваливалось, и мысли просто одолевали вас. И тогда вы начинали думать о Боге, начинали размышлять о Слове, начинали славить Его, и вдруг все это уходило. Все это уходило. Ну, потому что хотим мы или не хотим, Священное Писание говорит, что мы находимся в духовной броне, наше броне против крови и плоти. И смотрите, когда апостол Павел говорит в послании Ефесиным 6.17, он говорит, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. И он говорит о шлеме спасения. Если бы мы сегодня говорили, то, возможно, бы он написал, оденьте каску. И в наше время это очень актуально. Почему? Потому что для чего одевает каску? Чтобы очередная пуля не залетела в твою голову. Да ведь? Вот сегодня это настолько актуально, потому что в духовном мире, вообще в этом мире вот этим, даже выражение есть такое, да у него пуля в голове свистит. Это значит, что у человека какие-то там непутевые мысли и про него говорят, у него пуля в голове свистит. То есть сегодня настолько мы атакуем информацией и всякими мыслями, что вот без этого шлема спасения просто трудно. Просто трудно. И что такое шлем спасения? Шлем спасения это то, что защищает наш разум. Это мышление, защищает наше мышление. Это понимание нашего спасения. Да ведь? Оденьте шлем спасения. Это понимание, кто мы такие во Христе. Потому что дьявол, он всегда будет приходить и сеять эту ложь. Ты не достоин, ты не спасенный, да ты вообще никто и звать тебя никак. И единственное, что ты можешь сделать, просто осознавать свое спасение, Божья любовь к тебе, твое положение во Христе. И если это есть, то все пули, они отрикошетят. Отрикошетят. Аминь. И поэтому апостол Павел говорит вот об этом шлеме спасения, который бы защитил ваш разум. Наш разум нуждается в защите. И поверьте, никто это не сделает, кроме тебя самого. Никто это не сделает, кроме тебя самого. Именно поэтому, когда Павел говорит о всеоружии Божьем, он говорит, встаньте и возьмите. Это моя ответственность. Да ведь? Это моя. За тебя могут молиться, за тебя могут поститься, на тебя могут возлагать руки, но никто не может залезти в твою голову и навести там порядок. Никакой человек не может стоять возле тебя с опахалом и отгонять плохие мысли. Понимаете, хорошо было бы, ты сидишь, а кто-то рядом мысли отгоняет плохие, у тебя только хорошие приходят. Но этого нету. Никто не знает, о чем ты думаешь. Я вот не знаю, о чем вы сейчас думаете. Это ваше прерогатива. Хранить свой разум. чтобы дьявол не посеял туда никакие мысли лукавые, как Иони, ой, как Анании и Сапфири, да? Это наша ответственность. Это наша ответственность направлять свое мышление в определенном направлении. Смотрите, еще одна из уловок Сатаны, какую он использует, чтобы нанести урон христианам, и которую я вижу сегодня. Знаете, когда дикий зверь нападает на стадо, на стадо, кого он находит в стаде, на кого напасть? Он находит самого слабого, отставшего, который отбился от стаи или больного, которого просто легко поразить. И то же самое я вижу, что сегодня происходит, когда человек, он остается один. Человек остается один. Или христианин остается один. Когда он уходит от общения, когда он оставляет церковь, когда он оставляет собрание. Я знаю, что очень часто бывает, когда на человека нападает уныние или депрессия, он хочет остаться один. Я не знаю, почему. Священное Писание говорит, что Иисус уходил, и он был один. Но он был один не потому, что он был в депрессии или в унынии и не хотел видеть людей, он был один, потому что он искал Бога. Это нормально, когда мы уединяемся, чтобы искать Божьего лица, искать близости с Ним, но это ненормально, когда у нас депрессия или обида или еще, и мы отгораживаемся от всех людей, мы говорим, нам никто не нужен. Послушайте, цель дьявола сделать человека одиноким. Почему? Потому что одного всегда легче зарезать, одного всегда легче победить. Понимаете? И поэтому, дорогие, священное послание Писания Евреям 10, 25 говорит, не будем оставлять собрание своего. Я верю, что христианину обязательно быть в церкви. Сегодня, к сожалению, интернет людям заменяет церковь, людям заменяет общение, давить. И они говорят, я послушаю проповедь, и мне больше ничего не надо. Поймите, что христианство, оно не заключается только в слушании проповеди, давить. Это вся наша жизнь. Это вся наша жизнь христианства. Это не просто, что ты пришел в воскресенье и послушал проповедь. И поэтому Священное Писание говорит, что мы должны быть в собрании. Когда мы читаем про первую церковь, Библия говорит, все верующие были вместе. У меня музыкальное сопровождение. Все верующие были вместе. Они были единомысленны, они были единодушны. Почему Священное Писание говорит, дорогие, давайте мы прочитаем Экклесиаста 4.9. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего, но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-нибудь одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скручена, нескоро порвется. это относят часто к семье, что семья это муж, жена и Господь, но Священное Писание также говорит про людей, которые падают, да ведь? Согласны? И Библия говорит, если ты один и ты упал, кто поднимет тебя? Кто поднимет тебя? Часто мы нуждаемся в ободрении, согласны? И я верю, что церковь это не просто место, где мы слушаем проповедь, да, мы приходим сюда в разном состоянии, и мы слушаем проповедь, и это как-то вдохновляет нас, и мы понимаем, ну до следующего воскресенья надо мне протянуть, как-нибудь протяну до следующего воскресенья, там приду, пастор опять выйдет, вдохновит меня, и мы вот так живем от воскресенья до воскресенья, уже к воскресенья, уже ползем на собрания раненые, и говорим, все, сейчас-то получу исцеляющий бальзам в церкви, да, но Библия говорит, что церковь это место, где мы помогаем подниматься другим, да ведь, церковь это, где мы помогаем проходить поприще другому, где мы вдохновляем, где мы носим бремена друг друга, да ведь, и дьявол это знает, и поэтому он говорит, слушай, зачем тебе церковь, зачем тебе это общение святых, зачем тебе это надо, иди, иди, будь один, и человек оставляет церковь, он оставляет общение, и в результате приходит время, когда он просто теряет веру, теряет веру, именно поэтому я верю, так важно, что Господь, в Священное Писание говорит, прилагал спасаемых к церкви, прилагал спасаемых к церкви, помните, когда Петра арестовали, он сидел в темнице, Священное Писание говорит, что церковь молилась за него, церковь молилась за него, вот это то, что должно быть, когда у кого-то проблема, церковь молится за него, церковь это не место, где мы распространяем сплетни, или еще что-то, где мы причинаем боль друг другу, это место, где мы получаем исцеление, где мы получаем поддержку, вдохновение, ободрение друг от друга, чтобы пройти до конца, да ведь? Согласны? И поэтому одна из таких уловок сделать человека, знаете, когда мне становится плохо, духовно, душевно, я понимаю, что мне сейчас необходимо общение, мне необходимо общение с братьями, с сестрами, я иду в общение, или я пишу, помолитесь за меня, или я просто сажусь в машину и я еду к кому-то из братьев или сестер в гости, потому что понимаю, если я сейчас останусь один, мне просто надо пообщаться с верующими, я так благодарен, что есть такие люди, к которым я могу прийти и пообщаться с ними, верующие люди, да, и когда я нахожусь в общении верующих, я просто чувствую, как вот Божья благодать приходит, и я понимаю, что я могу все пройти, когда есть те, кто готовы меня вдохновлять, выслушать, молиться за меня, понимаете, это очень важно, это очень важно, аминь, аминь, хорошо, понимаете это, да, то есть мы посмотрим стратегию, как же дьявол, он, ему удается обольщать верующих, ведь не секрет, не секрет, что сегодня верующий оставляет церковь, сегодня верующие оставляет веру, это не секрет, смотрите дальше, давайте еще одно местописание прочитаем, и мы должны знать, как он это делает, чтобы в нашей жизни его эти планы не застоялись, смотрите, деяние 19, 13, и здесь написано, даже некоторые из китайшихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, то есть там служил Павел, и во время служения Павла происходили чудеса, одержимые освобождались, злые духи выходили, и там были заклинатели, и они слышали, как апостолы говорят, во имя Иисуса злой дух остав человека, и они это запомнили, они это запомнили, и они сказали, вау, работает это у них, будет работать и у нас, главное сказать во имя Иисуса Христа, как заклинание, они были заклинатели, и дальше написано, 14 стих, это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы, но злой дух сказал в ответ, и Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги и избитые выбежали из того дома. Наверное, они долго думали, почему у нас не сработало имя Иисуса Христа, почему это заклинание работает у Павла, а у нас не работает, да, поймите, что имя Иисуса Христа это не заклинание, и вот здесь, из этой истории, я вижу, дорогие, что злые духи, как здесь написано, злой дух набросился, да, на них, на этих сынов скевы, раздел их, и они ноги сбитые убежали оттуда. Злой дух, или так скажем, бесы, они прекрасно знают, кто есть кто, они знают статус человека, да ведь? То есть, когда этот злой дух, он разговаривал с ними, он сказал, знаете, я знаю, кто такой Павел, я знаю, кто такой Иисус, я знаю, кто они такие, они не раз нас гоняли, а вы кто такие? Вы кто такие? То есть, бесы, они знают статус человека, кто есть кто. Знаете, проблема в том, что очень часто, то, что знают бесы, не знаем мы. Мы сами не понимаем своего статуса. Смотрите, еще одно местописание, Якова, 2 глава, 19 стих. Ты веруешь, что Бог один, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Вот Священное Писание говорит о том, в каком состоянии сегодня находятся бесы. Библия говорит, что бесы, они вообще находятся в состоянии трепета, они боятся, они перепуганные, они видели, как их господин упал с неба и разбил себя землю, они видели его позор, они видели его поражение, они знают, кто такой Бог, они знают его величие, его силу, и его славу, и Библия говорит, они трепещут. ищут от бесы, они сегодня находятся в таком состоянии, но при этом они умудряются контролировать людей на земле и манипулировать ими. Почему? Потому что мы или люди не знают то, что знают бесы. И мы порой, христиане, мы не понимаем, кто мы во Христе Иисусе. И мы продолжаем жить в страхе, мы продолжаем бояться, переживать. Я нередко встречался с такими случаями, когда верующие приходили и говорили, ой, пожалуйста, помолитесь за меня, у моей двери там что-то подсыпали, какой-то порошок, и я сейчас так боюсь, наверное, это колдовство. А при этом бесы сами ходят в страхе, и при этом верующий человек приходит и говорит, я сам в страхе. То есть, если ты рожден свыше, вот эти бесы, они знают, что ты для них реальная угроза. Они говорят, мы знаем, кто такой Павел, он для нас угроза. Мы знаем, кто такой Иисус, он для нас угроза. А вы, сыны Скевы, вы для нас угрозы вообще не представляете. Почему? Да потому что вы с Богом у вас вообще никаких отношений. Вы же сами и наши. Вы же сами наши заклинатели. Если царство разделится, оно не устоит, поэтому давайте отсюда, идите. Понимаете, что я говорю, да? И нам, как христианам, важно знать наше положение. Наше положение. Смотрите, Колоссиам 2,15. Апостол Павел говорит, что Иисус Христос отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. То есть, апостол Павел говорит, дорогие, дьявол и все его власти, они вообще обезоружены и опозорены. Вот они обезоружены и опозорены. Когда мы говорили о оружии дьявола, какое это оружие? Это ложь, это клевета, это обольщение, да? И обвинение. То есть, Священное Писание говорит, что он день и ночь обвиняет детей Божьих перед Богом, да? То есть, это его стратегия обвинять, лгать и обольщать. И все это оружие он потерял. Потому что Священное Писание говорит, что все, за что нас Бог обмог, мы были виноваты перед Богом, Иисус прибил это как Кресту, это потеряло свою силу. И дьявол сегодня не может приходить и обвинять нас в этом. Сегодня у нас есть истина, да ведь? У нас есть истина, через которую мы можем разоблачать дьявольскую ложь. И когда дьявол говорит, послушай, Бог больше тебя не любит, ты можешь взять Священное Писание и сказать, знаешь, что дьявол? Написано, что он возлюбил меня вечной любовью. Написано, что он никогда не оставит и не покинет меня. Может быть, дьявол приходит к тебе и говорит, знаешь, дорогой, ты же знаешь, как в старости мучилась твоя мама от болезней. И ты думаешь, тебя минует чаша сия, ты точно так же будешь в старости мучиться, как твоя мама. И вдруг ты начинаешь чувствовать те же симптомы, но ты берешь слово и говоришь, знаешь, дьявол, Священное Писание говорит, что праведники в старости сочин будет и плодовит. Праведники в старости будет сочин и плодовит. Я, конечно, не старый человек, мне всего 47 лет, но в церкви один есть брат, он моложе меня, и он постоянно мне говорит, ну что, Руслан, годы-то уже не девять. И он мне постоянно напоминает, что мне уже не 20, а 47. И я беру Священное Писание и говорю, знаешь, что написано? Праведник и в старости будет сочин и плодовит. Так что, прекращай мне на мозги капать. Праведник и в старости будет сочин и плодовит. Поэтому, когда к тебе приходят мысли и говорят, все, старость, у нас многие люди, они думают, что вот раз старость, значит, все уже, пора начинать болеть. Чего удивительного-то? И дьявол приходит и говорит, да-да, уже все, пора болеть, тебе же уже шестой десяток. Пора уже, это нормально, что у тебя голова болит, нормально, что у тебя поясницу ломит. Ну, что поделаешь-то? Старость не радость, уж смирись и болей. Нет, Писание говорит, праведник и в старости будет сочин и плодовит. Господи, благослови, чтобы так и было. Если ты начнешь смиряться с этой мыслью, да, все, пора, пора, поверь, скоро сляжешь. Потому что, каковы мысли человека, таков и он. Если ты мыслишь, что в старости твоя участь ходить с тросточкой и лежать больным, ну, что ж поделать, по вере вашей будет вам. Но Писание говорит, что ранами Иисуса Христа мыслены. Если даже в Ветхом Завете говорилось, праведник будет сочин плодовит, тем более в Новом, где Иисус взял на себя наши немощи и болезни. Поэтому не соглашайся, что старость это время болезней и больницы и всего прочего. Господи, это будет, как ты сказал. Хорошо. Хорошо, да? То есть, смотрите, Священное Писание говорит, что Сатана, он лишился своего оружия. Иисус полностью сокрушил его власть, властно подверг его позору. И поэтому нам важно понять, кто мы во Христе. Да ведь? Кто мы во Христе. Если мы этого не поймем, мы так и будем жить в страхе. Мы так и будем жить в страхе, в панике. И вот эти мысли лживо, они будут атаковать, и мы будем смиряться перед ними, и мы будем депрессовать. Я не спорю, что бывают моменты, когда над тебя прижимают, но вопрос, что ты имеешь над этим власть. Ты имеешь над этим власть. Бог дал тебе власть над твоей жизнью. И мы должны это понять. Иногда я говорю людям, вы хозяева своей жизни. Мне говорят, ну вот такие обстоятельства. Я говорю, погоди, кто хозяин твоей жизни? Ты или обстоятельства? Смотрите, Лука 10, 19. Иисус не просто сокрушил сатану, Он не просто опозорил его. Лука 10, 19. Говорит, все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. То есть Иисус берет своих учеников и говорит, знаете, у меня есть власть. Кто верит, что у Иисуса есть власть? И Он говорит, я хочу дать вам эту власть. И Он дает своим ученикам власть, я, говорит, даю вам власть. И Он говорит, идите, больных исцеляйте, одержимых освобождайте, мертвых воскрешайте. И они пришли и приходят все избитые, недовольные, говорят, Иисус, Он говорит, да я пошутил, вы что? Нет, они приходят радостные, они приходят довольные и говорят, послушай, Иисус, реально работает, работает, ты сказал, даю вам власть. И мы пошли, и там одержимые попадались, и мы их освобождали, больных исцеляли, мертвых воскрешали. Они сказали, это работает, то есть, когда Иисус дал ученикам власть, это работало в их жизни. Когда мы читаем Деяния апостолов, мы видим, что в Деяниях это работало, да ведь? потому что сыны Скевы, вот этого священника, они видели, как реально апостолы повелевают нечистым духом, и люди освобождаются, то есть, это работало и во время Иисуса Христа, и после Его воскресения, во времена Деяний, сегодня мы думаем, это не работает. Тогда получается, что Бог несправедлив, Он дал какие-то привилегии ученикам, а нам, в современной церкви, Он сказал, извините, лимит исчерпан, никакой власти, никакой силы, извините, апостолы, все. Тогда получается, что Бог послал нас, как овец среди волков, в этом мире, да, Он сказал, я посылаю вас, как овец среди волков, ну а там уж сами, как сможете, крутитесь. Нет, Он говорит, я даю вам власть и силу, и мы должны это понять, мы должны это понять, мы должны это понять и смотреть на себя так, что мне дана власть. Я не знаю, как вы, но я просто встаю и благодарю Бога, я говорю, Господь, я благодарю, что Ты дал мне власть, по крайней мере, хотя бы в моей жизни, для начала. Потому что, знаете, очень часто, прежде чем с другими разбираться, надо в своей жизни разобраться. По крайней мере, говорю, Господь, в моей жизни Ты дал мне власть, и я могу противостоять дьяволу, я могу разоблачать его лошадь, по крайней мере, в своей жизни, и мне дана эта власть. Смотрите, 1 Иоанна 4,4. Я говорю о нашей позиции в Боге. И мы, как церковь, должны, понимаете, дорогие, мы непростые люди. И церковь, это не просто какая-то организация, которую создали люди. Священное Писание говорит, что церковь, это тело Иисуса Христа, через которое Он хочет действовать, через которое Он хочет разоблачать, заплачать дела тьмы, которое Он хочет сделать с толпом и утверждением истины. Понимаете, церковь, это не просто место, где мы приходим потусить или послушать хорошую проповедь, это тело Христа, через которое Он хочет действовать. И мы, члены этого тела, понимаете, каждый из вас, Писание говорит, что мы члены этого тела, Он хочет действовать через нас, Он хочет являть свою власть, свою силу, свою славу, через нас, понимаете, где бы мы ни были, на твоей работе, на, я не знаю, среди твоих друзей, Бог хочет являть свою славу, через тебя, именно поэтому Он послал Духа Святого в наше сердце, понимаете, Он говорит, и вы примите силу, власть, она не бывает без силы, поэтому Он не просто сказал, я даю вам власть, Он говорит, я еще вам даю силу, я дал вам Духа Святого, и это вопрос нашей веры, понимаете, верим мы в это, или не верим, это может быть в нашей жизни, но это не будет действовать, если ты не веришь в это, если ты говоришь, моя участь, вот как-то добраться до небес, да Бог не хочет, чтобы ты просто добрался до небес, Он хочет, чтобы ты был тем, кто разрушает дела дьявола, кто разоблачает его дела, кто выпускает измученных на свободу, потому что Он глава, а мы тело, мы Его члены, Он хочет это делать через тебя и через меня, и мы должны это понять, мы новое творение во Христе, Иоанна 4,4, здесь апостол говорит, дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто вас, больше того, кто в мире, вот что говорит Иоанн, вот во что верили апостолы, во что верили первые христиане, тот, кто в нас, тот, кто в нас, Господь сказал, вселюсь в них, и буду ходить в них, понимаете, Богу не нужны вот эти храмы с золотыми куполами, пустые, Ему нужны наполненные Духом Божьим люди, которые знают Его волю, которые знают власть и силу Святого Духа, понимаете, это мы, Иоанн обращается к христианам, он не просто обращается к пасторам, или к каким-то избранным апостолам, или к каким-то избранным евангелистам, или к какой-то избранной касте, он обращается ко всем христианам, к церкви, он говорит, дети, вы победили их, почему? Потому что это не ваша сила, но потому что тот, кто вас больше того, кто в мире, Господь, который сотворил небо и землю, Он в нас, Он в нас, и я не знаю, как вы, но я просто, мои молитвы простые, я молюсь и говорю, Господь, благодарю, что ты во мне, и ты большего всякого, кто в этом мире, благодарю тебя, Господь, что ни одно оружие, сделанное против меня, не будет иметь успеха, это совершенно не значит, что я не испытываю каких-то вот атак, уныния, разочарования, я знаю, что это высвобождается против служителей, против пасторов, потому что Писание говорит, дьявол в первую очередь хочет поразить пасторя, поражу пасторя, и рассеются овцы, любой служитель, это мишень для дьявола, и я знаю, что это высвобождается, но я говорю, Господь, я благодарю, что ни одно оружие дьявола не будет иметь успеха, и знаете, иногда такое состояние, что вот-вот он добьется успеха, и тогда я просто встаю и начинаю славить Бога, потому что в хвале и славословии есть сила, дорогие, в хвале и славословии есть сила, я убеждался в этом сотни раз, когда ты начинаешь славить Бога, поклоняться Ему, провозглашать Его Слово в псалмах, такое ощущение, что тьма, она как будто отходит, как будто вот те силы, которые навалились на тебе, как будто они отступают, именно поэтому фарисеи говорили людям, прославляющим Иисуса, скажи, чтоб они замолчали, скажи, чтоб они не славили тебя, потому что в хвале, в хвале, дорогие, есть сила, есть сила, понимаете, о чем я говорю, да, то есть Священное Писание говорит, что Бог, Он в нас, и Он больше всякого, кто в этом мире, какие бы люди не выступали против тебя, какие бы угрозы в твой адрес не сыпались, помните, Священное Писание говорит, напрасно метутся язычники, и замышляет тщетное, Бог на нашей стороне, Он за тебя, Он не против, Он не воюет с тобой, Он воюет на твоей стороне, Он прекрасно знает все, с чем ты будешь сталкиваться, и давайте прочитаем последнее место сегодня, Римлянам 8,31, апостол Павел здесь обращается к христианам, и говорит, что же сказать на это, если Бог за нас, то кто против нас, можно Илья, понимаете, вот Священное Писание говорит, Бог за тебя, я не помню, как называется этот ролик, но я видел такой ролик, где леопард, по-моему, он гонится за медвежонком, смотрели такой ролик, нет, тут надо было бы его показать, леопард гонится за медвежонком, и медвежонок убегает от леопарда, вот он прыгает в реку, этот медвежонок, и плывет по реке, находит какое-то бревно, заползает на это бревно, а леопард бежит по берегу, этого медвежонка прибивает к берегу, он остается один на один с леопардом, и там показывают, как леопард уже приближается к этому маленькому медвежонку, этот медвежонок пытается рыкнуть, он там издает какой-то писк, и вдруг видит, как леопард поджимает уши и убегает, и поднимается камера, и показывает, что этим медвежонком стоит его мать, такая здоровенная медведица, и рычит, рычит, и мы думаем, вот я один, вот я один, вот этот маленький человек, и вокруг меня все эти трудности, проблемы, и эта тьма вокруг меня, и ты пытаешься что-то там кричать, а в это время Бог встает за твоей спиной, и говорит, послушай, ты не один, я за тебя, я за тебя, и ни одно оружие не будет иметь успеха против тебя, еще одно место, ну, может быть, я не знаю, если дадут еще одно служение, я бы еще маленько там сказал, что нам важно делать, как христианам, чтобы мы в своей жизни жили в благословении, но одно место еще, просто прочтирую, где Писание говорит, смиритесь перед Богом, да ведь, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас, то есть вот как должно быть, но все начинается со смирения пред Богом, смиритесь перед Богом, и противостаньте дьяволу, мы не можем противостоять дьяволу без смирения перед Богом, поэтому нам так важно в своей жизни развивать смирение перед Ним и говорить Господь, как Ты хочешь, что Ты хочешь, не моя воля, но Твоя, да будет. Почему смерть не могла удержать Иисуса? Потому что Он смирил себя до смерти крестной, и смерть, она не имела над Ним никакой власти, дьявол пытался, смерть пыталась, бесы пытались, Он сошел в преисподние места земли, но ничто не могло удержать Его, потому что Он смирился до смерти крестной перед Небесным Отцом. Аминь. Адлелий, Господь Всемогущий, мы благодарим Тебя, что Ты Бог благой, мы благодарим Тебя, что Ты любящий Отец, мы благодарим Тебя, что во Христе Иисусе Ты даровал нам все потребное для жизни и благочестия, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты в нас, и Ты больше всякого, кто есть в этом мире, благодарим Тебя, Господь, что ни одно оружие, направленное против нас, оно не будет иметь успеха, когда мы, Господь, находимся под Твоей защитой, ходим в смирении перед Тобой, мы верим, Господь, что когда мы ходим перед Тобой, то ангелы ополчаются вокруг боящихся Тебя, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты никогда не оставляешь и не покидаешь нас, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты наполнил нас Своим Духом Святым, Своей силой и властью, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты научаешь нас брани, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты вкладываешь в наши уста хвалу, мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты дал каждому верующему в Тебя власть наступать на змей, на скорпионов и на всякую силу вражью. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты никогда не допустишь до нас испытаний сверх наших сил, но всегда дашь нам помощь. Мы благодарим Тебя, Господь, что вся наша жизнь, она перед Тобой, и Ты воюешь за нас, Господь, Ты на нашей стороне, Отец Небесный. И мы молимся, чтобы как тело Твое мы были способны делать то, что Ты говоришь нам. Мы были способны жить в той силе и власти, которой Ты наделил нас, как Свою церковь, как Своих детей, как члены Свои, Господь. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Благодарим и превозносим Твое святое имя. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы уже не рабы греха, мы не рабы тьмы, но мы дети света. Мы благодарим Тебя, Господь Всемогущий, что Ты сделал нас Своим храмом, и Ты обитаешь внутри нас. Господь, я просто молюсь за каждого человека, за каждого человека, чтобы на самом деле, как церковь, мы возрастали в понимании той силы и власти, которую Ты дал нам во Христе Иисусе. Чтобы, Господь, мы понимали, что Ты не дал нам духа боязни, но духа любви и целомудрия. Чтобы мы понимали, Господь, что Ты дал нам власть наступать, что мы можем противостоять дьяволу, чтобы он убегал от нас. Мы можем выпускать измученных на свободу силой Твоего Святого Духа. Мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, Господь, мы благодарим Тебя, Господь. Благослови свой народ, свою церковь, чтобы мы не теряли этой ревности и дерзновения во все дни нашей жизни, Господь. И мы были готовы исполнять Твою волю во имя Иисуса Христа. Благодарим и славим Тебя, превозносим Твое Святое Имя. На этом месте Небесный Отец, Сын и Дух Святой.